Всем привет! Вы на канале Кулинарная Планета. С вами я Сергей. И сегодня мы с вами приготовим рис. Рис с курицей и овощами. Поехали! Готовку нашего блюда мы начинаем с маринования нашего мяса. У меня таких 4 кусочка корочков есть. Мы сейчас в первую очередь посолим. В вторую очередь посыпем нашими приправами. Приправами у меня будет острый красный перец, черный перец, немножко паприки. Это мы все засыпем сверху. Есть у меня еще зеленушка такая сушеная. Здесь орегано, петрушка и укроп. Тоже сюда же добавим. И все хорошо вымешиваем. Мясо будем для начала обжаривать. Для этого мы хорошо разогреем нашу сковороду. Так, чтобы мясо аж скворчало, когда влажно. Обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. И тем временем мы займемся нашими овощами. После того, как мясо обжарили, мы его на время выложим отдельно в тарелочку. И все наши нарезанные овощи будем обжаривать в свежей шлепке в сковороде на этом масле. Лук я нарежу мелкими кубиками. Морковь можно нарезать кольцами. Если морковка у нас не сильно маленькая, то можно полукольцами нарезать. Я полукольцами так. Перец у нас будет тоже небольшими кубиками. Грибочки у меня небольшого размера, поэтому их можно буквально пополам, либо на четыре части разрезать, и этого будет достаточно. В первую очередь мы обжарим наш лук до золотистой корочки, недолго. Немножко обжарили. Вслед за ней сразу можно добавить морковку и болгарский перец. И пустая, так все тоже обжарится. Перемешаем его. За морковкой отправляем грибы. Тоже немножко обжарим их. Во время обжарки огонь мы сделаем сильный, для того, чтобы наши грибочки быстро обжарились, и они пустали много влаги. И оставались в своей форме. И последним в списке наших овощей будет лук-порей. Ну, это сильно большой кусок, я половинку от него отрежу, и тоже нарежу его к нашим овощам обжарить. Все, овощи наши уже немножко пожарились. И мы сюда добавляем теперь наш рис. Рис нужно немножко тоже обжарить. Буквально 5 минут мы его обжаривали, я думаю, этого будет достаточно. И сейчас мы будем его пересыпать в отдельную кастрюльку. Высыпаем его в отдельную кастрюльку. Если у вас казан большой, ну, или сковорода такая глубокая, в принципе, это можно делать все в сковороде. Лучше, наверное, все-таки отдельно в кастрюльку, потому что сейчас мы добавим сюда воды. Лучше горячей воды сразу добавить, и будем его томить на медленном огне. Рис у нас поднимется, и займет у нас очень много места. Воды добавляем один к двум. На один стакан риса, два стакана воды. Добавляем сюда же наше мясо. Добавляем еще стаканчик воды. И после того, как мы добавили все ингредиенты, залили это водой, ставим обратно на огонь, чтобы это все закипело. Все, уже вода наша закипела. Мы сейчас попробуем немножко на вкус. Добавляем сюда соль, перец. После того, как мы добавили все наши приправы, там уже по вкусу определяйте, выключаем. Оно у нас 5 минут покипело. Выключаем, накрываем крышкой, и как минимум оставляем на час настояться. Уже прошло время, более часа, наверное. Наш рис уже настоялся. Все уже готово, уже пора пробу снимать, насыпать и кушать. Очень презентабельный получился, смотрите. Цвета всех наших овощей яркие, такие, сочные. Будем сейчас пробу снимать. Рыс очень рассыпчатый получился. Остринка самую мазь чувствуется, но это уже на любителя, как бы каждый уже по вкусу будет добавлять соль, перец. Мясо у нас все тоже проварилось, прожарилось. Очень вкусно получилось. Понравился рецепт? Ставь лайк, подписывайся. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok